Наверное, Александр Викторович... Подожди, да я тебя, пожалуйста, проверю. Мы вот сейчас ехали, смотрели, есть ли там что-то, спиннинг-то. Я с собой свой привезу, а тебе вот этот подарю, да? Этот день рождения Артём точно запомнит. Подарок ему вручил губернатор Александр Уз, да ещё и перед всем классом. Иначе кто бы поверил. А вот порыбачить вместе с главой региона не получилось. Река Омыл разлилась и к берегу не подойти. Придётся ждать следующего раза. Артём Хаденёв победитель акции «Губернаторский дневник». В четвёртой четверти прошлого учебного года он получил 167 пятёрок. Во время торжественной церемонии награждения в Красноярске он и пригласил губернатора к себе в гости. А я просто его пригласил. Спросил его, любит ли он рыбалку, и пригласил его в нашу деревню, в Верхние Кужебары. Деревню Верхние Кужебары в Каратузском районе прославил Виктор Астафьев. Сюда сибирский писатель приезжал, когда работал над романом «Прокляты и убиты». Местные жители в итоге стали прообразами многих героев книги. А в школьной библиотеке бережно хранятся его фотографии с местными рыбаками, документы, записи и книги с автографами. Его роман «Прокляты и убиты» 40 раз он упоминает Верхний Кужебар. А Холи Рентин с Верхнего Кужебара – это серен, это тот, кто и все прототипы вот этой книги. Каждый год в Верхнекужебарской школе ко дню рождения писателя проходят Астафьевские чтения. Чтобы все ученики могли приобщаться к творчеству сибирского писателя, Александр Рус вручил классному руководителю несколько новых книг и сертификат на современное школьное оборудование. Мы вас отвлекли от учебы, поэтому вот для того, чтобы хоть как-то компенсировать, будьте добры, вот приведите от нас сертификаты, интерактивные доски, вы потом ее приобретете, она будет такая хорошая подспорья для вашей работы. Спасибо большое, ребята. В Верхнекужебарской школе работает 16 педагогов и учится 95 детей. Четверо ребятишек в прошлом году стали победителями районных олимпиад по литературе и технологии. Губернатор осмотрел школу, побывал в спортзале и по итогам визита глава региона отметил, зданию нужен косметический ремонт, новая мебель. И поручил руководителю Каратузского района представить в ближайшее время свои предложения по модернизации. Спасибо.